Пост – это не столько про воздержание в пище, сколько про воздержание в своих желаниях. Вернее, как рассказал протоиерей Арсений Вилков, к этому надо подходить с осторожностью. Здесь подойдет сравнение с тренажерным залом, когда новичок приходит и сразу хватается за большой вес. Поэтому и нужен своеобразный тренер, духовник, который даст совет, как лучше подойти к посту и в чем себя ограничивать. Ограничения в еде, как и любые другие ограничения телесные, они необходимы как средство для того, чтобы дать возможность действовать душе. Потому что все время нашей жизни мы, как правило, слышим только потребности тела. И эти потребности заглушают мольбы к нам души, просьбы ее о том, что она хочет, что ей хотелось бы, что ей полезно. Тело над нами давлеет, над нашей личностью, хотя человек состоит из души и тела. Эти две равноправных части его, начало человеческой личности. И вот в пост мы стараемся тело ограничить именно для того, чтобы оно не давлело над душой. Максимально воздерживаться в пище не стоит. Традиционно это устав для монастырей. Обычным мирянам жить по другому уставу будет непросто. В пост человек должен себя ограничивать и относительно чего-то другого. Ну, в частности, развлечений. Сейчас нас окружает очень много развлечений, развлекательных мероприятий. Очень много шума информационного, который вокруг нас. Этот шум, он поглощает голос души. И душу не слышно. Ей плохо, она болит. Ей требуется помощь, духовная помощь. Но человек боится этого голоса и боится той боли, которая у него внутри. Поэтому он старается ее этим мусором информационным засыпать. Сейчас идет первая неделя поста. Первая седмица Великой Четыридесятницы. По уставу она строже других. В эти дни церковь делает максимальный акцент на теме покаяния. Подробнее в передаче «Городские встречи», которая выйдет в самое ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».